Мне кажется, мы впервые просто в истории снимали в таких условиях что-то значительное большое. У нас на сезоне «Тебр-геройни» получилось 2676 шотов. Каждая серия — это новый мир, в который попадают герои. Ей вообще в начале, когда задумали проект, мы написали сценарий, ну как-то так, не особо задумывались, что, сделав главный персонажа робота, мы попадем в такую проблему. Это была самая большая, мне кажется, ошибка начинающего режиссера. «Кибердеревня» — это же такая смесь прошлого и будущего, в которой мы говорим о настоящем. Мне кажется, что этот проект немного прокачал даже технически нашу индустрию, просто из-за необходимости. А все-таки хотелось сохранить проект острым, но добрым. Всем привет, меня зовут Слава Хохлов, и сегодня в гостях Сергей, человек, который создал «Кибердеревню». Сначала мы видели феноменальный успех на YouTube, теперь мы видим феноменальный успех на Кинопоиске с гигантским рейтингом. Я сам в шоке, когда ты сидишь перед человеком, и вот он создал такой проект. И сегодня мы будем говорить о его пути, о создании такого проекта, и как каждому из нас, как минимум, понять, как такой путь проходить. К нашему интервью также присоединятся и другие создатели «Кибердеревни», которые раскроют нам тонкости своей работы на проекте, поделятся интересной информацией о том, как происходит разработка сценария, как создавалась графика, а также, как рождались крутые идеи. Сергей, во-первых, респект за такой проект. Посмотрел это просто... Ну, я бы сказал, я давно такого не видел вообще, если мы говорим в русском, кинематография. Можешь сказать, как ты начал свой путь, как ты стал режиссером? — Да, спасибо, что позвали. Вот тоже очень рад быть здесь. Как я начал свой путь в режиссуре? Ну, просто у меня всегда был интерес к этому. То есть я изначально вообще поступил, поступал, вернее, во ВГИК на режиссера, вот, но не поступил. Но зато мне удалось поступить на экономический факультет. Ну, там некоторые говорят экономический, где-то он значится как продюсерский, ну, то есть вот специальность как продюсер. Вот, и, в общем, я проучился во ВГИКе в течение, получается, пяти лет. У нас был специалитет, и там я начал заниматься компьютерной графикой, потому что у меня было такое, ну, как сказать, художественное образование. То есть я учился в школе акварели Сергея Андреяки, вот, и это была отличная база для того, чтобы начать заниматься компьютерной графикой. Потому что, ну, если ты хочешь заниматься компьютерной графикой, да, ты должен знать какие-то основы живописи, ну, по крайней мере, основы, да. То есть я не то, что как-то там потрясающе умел рисовать, но какое-то общее представление о светотени, да, о том, как работает рисунок, о том, как работает перспектива у меня были. И это мне очень сильно помогло, и, в общем, я начал просто проходить какие-то, находить какие-то видеоуроки на Ютубе, Эндрю Кремер, вот, с которого, я думаю, что вообще все начинали в свое время. Просто какие-то другие курсы, которые были, в общем, бесплатно, то есть сейчас курсов уже огромное количество, просто есть, на мой взгляд, вообще все это замечательно. На тот момент этого было меньше, но все равно найти, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Вот, в общем, я начал делать какие-то небольшие работы, помогал ребятам во ВГИКе с курсовыми, с дипломными, то есть я делал для них графику, какое-то оформление, какие-то титры, и сам посматривал, в общем, в сторону того, чтобы сделать что-то свое, и, в общем, в 2015 году мы сняли вот тоже с ребятами, знакомые, с которыми я потом, в том числе, делал Кибердеревню, мы сняли короткую мидражку, и тут он открывает глаза, там, это просто была самая большая, мне кажется, ошибка начинающего режиссера, потому что мы сняли этот фильм целиком на Хромакее, вот, и мы сняли его в 15-м году, а выпустили в 19-м, ну, то есть в течение, там, 4-х лет мы просто вечерами делали графику, в общем, на тот момент я уже закончил ВГИК и начал работать в студии Амальгама VFX, то есть, ну, как раз в студии, которая делала компьютерную графику для визуальной эффекты, для большого количества фильмов, достаточно крупных, таких как Ледокол, Трилогия Гоголь, Аванпост, там, сериал Чернобыль, Зона Отчуждения, то есть, довольно много мы там делали, даже для сериала Американские боги, там тоже пришлось кое-что поделать, вот, и, в общем, там я как раз научился основам, как бы, работы с графикой в больших объемах, познакомился с большим количеством крутых ребят, вот, с которыми мы потом тоже продолжили делать графику, в частности, вот, и, ну, и продумать проект, то есть, вот, Илья Шутов, Алексей Фомин, вот, с ними как раз познакомился в этой студии, и вот, до сих пор мы с ними работаем в качестве соавторов, в том числе, то есть, мы придумываем какие-то вещи, да, которые потом находят свое отражение на экране, вот, в частности, недавно вышедшего сериала, ну, в общем, мой путь в режиссуру, он был довольно таким окольным, неочевидным, в общем, я думаю, что это такая классическая история. Как пришла идея проекта на Ютьюбе? Ну, на тот момент была пандемия, и большое количество людей сидело по домам, да, то есть, внезапно образовалось свободное время, то есть, до этого ты просто крутился, как белка в колесе, там, надо было ездить на студию, что-то такое, тут выяснилось, что, значит, все, типа, жизнь была поставлена на паузу почти у всех, и я начал думать, а что такое можно сделать? И многие CG-художники, они выкладывали так называемые делики в Инстаграме, там, на других соцсетях, то есть, это просто какая-то небольшая зарисовка, где ты показываешь свою идею, свой скилл, то есть, там, кто-то добавлял, там, летающих китов, там, например, Брикспейсер, да, вот, Степан Христофоров, да, он делал, у него такая коронная работа, да, летающие киты над Москвой. Вот, очень многие ребята подобные штуки делали, вот, меня это тоже вдохновило, вот, и я решил сделать что-то свое, и тоже, как бы, ну, добавить работу в портфолио, чтобы можно было потом ее, ну, показывать, да, там, использовать в качестве, там, презентации, да, своих навыков, например, вот, и, в общем, я просто вышел на улицу, там, рядом с домом снял, как шла работа над, вернее, вокруг канализационного люка, то есть, там, трое рабочих, они сидели вокруг канализационного люка, ну, значит, там, что, что, кто-то, кто-то один сидел в нем, они что-то делали, вот, и потом я заменил их головы на роботов, вот, с помощью Cinema 4D, вот, то есть, я там все собрал, иммировал, вот, выложил, вот, но, как бы, эта работа, она там не собрала каких-то особых зрительских дивидендов, то есть, там, мало, мало кто ее увидел, то есть, просто мне нравилось, что есть в Инстаграме, ну, такие, как сказать, сообщества, да, то есть, которые репостят художников, то есть, такой, ты там, видишь, там, работая на чате, там, собирай, там, миллион просмотров, ты такой, вау, ну, типа, офигенно, надо тоже так попробовать, вот, я начал рассылать, там, никто мой робот не увидел, вот, но, тем не менее, я увидел, что, в принципе, ну, получается прикольнее, надо как-то развивать тему с роботами, вот, и начал думать, что, что еще может быть интересного с роботами, да, где бы они могут, могли бы смотреться наиболее выразительно и странно, вот, и пришла идея, что это могут быть роботы в деревне, пришел образ коровы с QR-кодом, вот, который пасет дрон-пастух на веревочке, и, в общем, и вот из этого уже образа у нас появилась идея собрать из этого ролик про кибердеревню, вот, ну, единственное, что сначала у него не было никакого сюжета, то есть, это была просто, просто идея, там, мы снимем несколько кадров в деревне, добавим туда головы роботов и каких-нибудь фунтуристических штук, там, по фону, вот, вот, и, в общем, то есть, это могло бы быть просто таким, как бы, сборником зарисовок, вот, но потом, вот, оператор, вот, с которым мы тоже все работы, там, почти делали, вот, Роман Коробко, он предложил, ну, о чем мы, давай сначала поедем и придумаем, ну, побываем на локации сначала, подготовимся, вот, а я, как, внял этому совету, именно поэтому появилась деревня, то есть, мы сначала съездили, не снимая, то есть, мы просто поехали там с фотоаппаратом, просто посмотреть, что происходит в деревне, вот, нам владелец ферм провел экскурсию, вот, и уже на основе этого появился сценарий кибердеревни, который, собственно, превратился уже в ролик. А если подытожить относительно создания вот первого выпуска на YouTube, сколько у вас в итоге людей было, которые создавали его? Ну, я думаю, что если говорить про самое-самое первое видео, да, то это было порядка, наверное, 20 человек или там, может быть, ну, чуть больше, то есть, я точно помню, что мы ехали в деревню в составе 8 человек, то есть, у нас просто, потому что, почему 8, потому что это 2 машины просто, там все остальное место заняло оборудование, там какой-то реквизит, вот, а графику делало для первого ролика 20 человек, то есть, ну, просто это были знакомые ребята, которые согласились помочь просто, ну, потому что им было интересно, вот, там каждый взял какую-то небольшую задачку, там кто-то взял, там какой-то один шот, кто-то взял, например, там, ландшафт Марса, и, в общем, вот так вот мы это все поделили между ребятами, и просто вот таким коллективным творчеством получился этот ролик. Дорогой мой зритель, если во время просмотра этого интервью ты загорелся желанием сделать подобный проект на YouTube, ворваться на кинопоиск и, наконец-то, добиться больших результатов креативной индустрии, но считая, что у тебя не хватает навыков, связей, команды, денег, чтобы все это реализовать, не проблема, у тебя все получится, если ты воспользуешься нашим чек-листом, потому что мы его специально для тебя сделали, основываясь на этом интервью, основываясь на опыте режиссера кибердеревни, и если ты его изучишь и внедришь в свою работу, то у тебя обязательно все получится. И как же его получить? Переходи в описание, там есть ссылочка на наш телеграм-бот, и там лежит этот полезный документ. Скачивай его, внедряй, и я жду от тебя безумно крутых проектов. Погнали смотреть дальше интервью. Какого-то был бюджет на первую серию? Ну, у нас, как такового бюджета на первую серию вообще никакого не было, то есть это были просто как бы личные деньги, то есть там, мне кажется, на поездку мы потратили там 100 тысяч, это просто была аренда оборудования и там бензин, там какой-то реквизит простенький, там аренда, ну, как сказать, гостиницы, да, надо там найти на пару дней, которые мы там прожили около деревни, вот. А все остальное это делалось просто бесплатно, ну, то есть просто ребята там, как сказать, проявили интерес, вот, и, в общем, за бесплатно сделали. А у вас был какой-то концепт-упаковка, что людей зажигало, и они соглашались? Нет, у нас просто был какой-то черновой монтаж на тот момент, у нас были скриншоты, то, что мы уже как бы сделали каких-то кадров, и людям это нравилось, и они такие, ой, прикольно, я готов. Круто, они уже, получается, видели даже такое уже, что в итоге получается, и что в итоге будет. Да, просто, опять же, там при работе над большими кино и сериалами, и это мы тоже как бы вот при создании сериала, ну, как бы в очередной раз это поняли, что, конечно, большое очень количество времени проходит между тем, как написан сценарий и появляется что-то готовое, то есть может там годы пройти, да, там может два года пройти, вот, это нас очень бесило, когда мы работали над фильмами, да, вот в составе студии, потому что ты там делаешь сто одинаковых шотов, ну, то есть там большая сцена, там, ну, там восьмерка, да, например, там у тебя ты сделал для одного шота, там, некое окружение, да, какую-то локацию, ты ее должен повторить там еще сто раз, вот, и это было довольно скучно, а в кибердеревне мы пошли по другому пути, то есть там хронметраж маленький, и там в каждом шоте что-то новое, прикольное, интересное появляется, вот, и в этом смысле у нас была возможность довольно быстро смотреть, что у нас выходит, то есть мы сделали шот, там, подставили монтаж, и уже понятно, что из этого получается в целом, там, можно корректировать и так далее. — Что было дальше? Вот вы выложили первую серию, какие у вас были планы дальше по YouTube и по развитию бюджета? То есть, окей, что нужно делать дальше, снимать, деньги искать или продолжать это снимать на свои? — Ну, у нас, по сути, было два варианта, потому что первый вариант, нам сразу начали поступать предложения с тем, чтобы это развить в полноценный сериал, то есть просто там, типа, ребята, там, типа, давайте мы вам даем денег, сделайте из этого сериал. Вот, но мы поняли, что, скорее всего, у нас такой скачок сходу не получится, потому что у нас не было ни опыта, то есть у нас не было опыта создания полноценных проектов, да, полноценных сериалов, то есть одно дело 4 минуты, а другое дело, там, типа, 300 минут. Например, хронметраж вот сериала, да, когда он получился, там, по-моему, 264 минуты, ну, то есть 10 серий по, там, по полчаса в среднем. Вот, и это было бы, наверное, что-то очень плохое, вот, и поэтому мы приняли решение все-таки остаться на Ютубе и, ну, поделать еще несколько роликов, то есть подумать надо тоже на монетизации, да, там, что это, что это можно сделать, вот. И плюс ко всему, чем хорош Ютуб, он тебе сразу дает отклик, то есть ты выкладываешь ролик, ты напрямую видишь реакцию людей, то есть ты видишь количество лайков, ты видишь количество просмотров, тебе люди пишут, там, в отличие от телеканалов, да, в отличие от стримингов, ты видишь прямо на прямой комментарии, это помогает понять, что работает, что нет, там, более того, ты видишь кривую интереса, да, там, при просмотре ролика ты видишь, на каких-то моментах люди начинают скучать, отключаться, на какие моменты они, наоборот, пересматривают, вот. И поэтому мы остались на Ютубе, чтобы, ну, поискать тоже концепты, да, то есть поискать какие-то еще истории, которые могут быть интересны, вот, посмотреть, учиться, в общем. То есть и вот в течение, получается, года мы делали ролики для Ютуба, то есть там были интеграции, там у нас почти сразу они появились, то есть мы сделали ролик совместно вот с, там, по-моему, назывался, там, ну, это был заказ мейла, ну, то есть это была коллаборация мейла Яндекса, то есть там IT-гигантов, у них там была премия, там, называется AI Awards, там, вот, и для этой премии мы сделали, там, ролик совместный вот с, который называется Ай Иваныч, то есть там специальный персонаж, вот, например, такая работа была, плюс у нас были, начали появляться интеграции, вот, ну, то есть это помогало, там, в определенной степени, там, отбить затраты, ну, то есть хотя мы там работали все, так сказать, почти за бесплатно, вот. Вот, ну, и потом, собственно, вот через год мы уже пришли к сериалу, чтобы уже написать историю, да, в новом формате. Как именно вы уже перешли к сериалу? Ну, у нас были знакомые продюсеры, то есть вот как раз-таки Валерий Федорович и Евгений Никишов, то есть это топовые, я считаю, российские продюсеры, у которых проекты вот как раз там на тот момент недавно вышли на Нетфликсе, то есть это сериал «Эпидемия», который там заценил даже Стивен Кинг, это сериал «Перевал Дятлова», тоже, который, ну, имел огромный успех, вот, и у них запускался тоже проект с Нетфликсом, и, в общем, ну, мы, в общем, с ними договорились, что, как бы, мы будем работать совместно и эту историю, ну, разрабатывать уже для полноценного сериала, потому что, конечно же, мы бы это не написали сами, то есть 10 серий, это такая совершенно другой уровень креатива, да, то есть другой авторский подход должен быть, вот, и как раз мы совместно начали продумывать, как это можно уже превратить сериал, вот, на протяжении года мы тоже этим совершали подходы, чтобы запустить уже это на стриминге. — Тогда такой вопрос, а как ты познакомился с ними? — Ну, из-за того, что мы работали вот на проектах, которые делались в том числе по их заказу, то есть это были проекты для ТВ-3 на тот момент, это была трилогия «Гоголь», это был сериал «Чернобыль. Зона отчуждения», это был сериал «Анпост» 19-го года, сериал и фильм, то есть там они, каждый почти сериал стремились как фильм еще выпустить, чтобы, ну, как сказать, такую мультиформатность зацепить, вот, мы просто были с ними знакомы, потому что мы уже работали, то есть мы делали графику, вот, они комментировали, вот, и нам понравился их подход, что они довольно экспериментально и творчески подходят к проектам, то есть это не просто потоковое производство, это какой-то всегда что-то новое, какой-то новый эксперимент, и, в общем, вот с тех пор мы начали с ними вместе как бы вот это все разрабатывать. — Я попал на этот проект с ролика про кибербольницу. У ребят была идея вот этого, ну, сделать сериал по этому миру, по миру кибердеревни, и продюсеры предложили нам объединиться с ними и сделать совместный ролик вот на тему кибербольницы. Мы сделали этот ролик, на этом ролике мы друг другу притерлись, и после этого уже стали делать вместе вот этот крупный сериал. — Какие сроки создания для вас оказался сериал? — Ну, как сказать, у нас всегда все происходило довольно интуитивно, то есть у нас не было прям такой вот каких-то четких, скажем так, временных рамок, но можно их оценить как бы в ретроспективе. И вот, и в ретроспективе у нас создание сериала, получается, заняло полтора года. То есть от написания сценариев до выхода уже на стриминге, да, в релиз, то это получается полтора года. То есть, ну, это довольно-таки мало, на самом деле. То есть сериалы в целом делаются там два-три года большие, вот, особенно такие сложнопостановочные, вот, а у нас, ну, конечно, там, типа, ценой невероятных усилий, вот, невероятных, как сказать, крови и фото и слез, вот, получилось сделать это достаточно быстро. — Окей, а что самое сложное в производстве было сериала? — Самое сложное, это, ну, первое, это, конечно, поединок со временем, вот, и поединок с неопытностью. Ну, потому что, опять же, у меня не было никакого опыта реализации больших проектов. Это, во-первых, а во-вторых, у нас проект, он настолько необычный, что ни у кого не было опыта реализации подобных проектов. То есть обычно все-таки в проектах гораздо телевизионных, особенно гораздо меньшее количество компьютерной графики сложной, вот, гораздо меньшее количество локаций, гораздо меньшее количество концептов, которые нужно сделать, а у нас, по сути, каждая серия, да, это новый мир, то есть это новый мир, в который попадают герои, и каждый мир очень нужно подробно проработать, чтобы он отличался от остальных, чтобы не было ощущения, что герои там просто слоняются в панельном районе, да, каком-то одном, вот, и ну, это все было просто сложно спланировать, тем более, что монтаж тоже представляет огромную сложность, когда ты не видишь итогового результата, да, то есть ты там, одно дело смонтировать диалог, который уже есть, который уже снят, а другое дело представить, да, что будет, и как это будет повлиять на восприятие истории, восприятие серии, и, ну, сложно было все, потому что это было в первый раз, но от того, как бы это и, мне кажется, проще прожилось, потому что, ну, для тебя все новое, для тебя все интересно, то есть ты, когда что-то начинаешь, да, ты не думаешь о том, так, ну, все, значит, два месяца буду страдать, ты этого не знаешь, и ты как-то это легко переносишь. Процесс создания сценария этого сериала, он начался сначала с разработки концепции этого мира, с придумывания вот этого движка, с помощью которого можно этот мир рассказывать. Сначала мы нашли вот этот вот центральный движок с перемещением сознания Барагозина в тело робота, а дальше уже с помощью вот этого пути героев мы стали уже придумывать конкретно вертикальные кейсы внутри каждой серии. Мы придумывали идею, обсуждали ее с Сергеем, вместе докручивали, потом уже готовый сценарий показывали генеральным продюсерам, ну и там уже вместе с ними обсуждали, как его улучшить. Каждый ютубный ролик в среднем был от 6 до 9 минут, ну типа коротенький, 3 минуты, но в среднем 6-9. И соответственно, где-то на подготовку такого науру уходило практически 2-2,5 месяца где-то. А здесь нам нужно было сделать за 8 месяцев фактически постпродаж такого плотного 250 минут. Соответственно, наши те 6 выпусков фактически по 9 минут никак не могут состязаться с 250 минутами, потому что, скажем, графика по плотности в многих сериях соответствует плотности вот этих интернет-выпусков, когда каждый шот в графике. И точно так же мы сейчас получили, мы посчитали статистику, у нас на сезоне хибердеревения получилось 2676 шотов на 275 минут с учетом сейчас новых новогодних выпусков, которые сейчас каждый уже видите. И это очень много, потому что на такой крон практически 95-96% получается от общего крона это все графика. То есть где-то там есть вмешательство, либо это там шею сделано, либо голова, либо это пояс нарисован, либо какие-то минимальные правки, то есть как для наших подклинабельных. Но такие объемы огромные, они вообще для российского рынка, для сериалов, для фильмов это колоссальнейшие объемы. Вот это, наверное, самая большая такая сложность, которую мы встретили в производстве, стало то, что нам нужно было в достаточно сжатые сроки сделать такие огромные объемы, начиная от разработки от арта и заканчивать уже формулизацией, прохождением УТК на кинопоиске. При этом нам нужно было сделать качество немножко больше, чем в роликах, потому что сериал мы хотели сделать более интересную, и более масштабную местами, то есть опять же, для тот самый поезд, любите, все проходит на нас. Ну и при этом, для того, чтобы все успеть, мы действительно использовали не нейросети, какие-то там интересные штуки, может быть, какой-нибудь софт, который там только вышел, мы попробовали, мы много всяких вещей, какие-то убрали, какие-то добавили, наоборот, к нам работы. Ты мог заметить, что в последнее время на канале появляется очень много классных экспертов, и если после просмотра этого контента у тебя появляется неутолимое желание взять камеру в руки и включить Premiere Pro или After Effects и начать создавать крутые видосы, значит, у меня все получилось тебя вдохновить. И я очень рад, что в этом году первое видео на канале именно подобного формата. И этот год для меня не такой уж простой, потому что 10 лет назад я позвал Влада Саботовского, и мы с ним запустили видеопродакшн. И так начался наш путь творцов. И я бы хотел, чтобы в этом году также начался твой путь, чтобы в этом году ты объединился с другими творцами, чтобы ты изучил много творческих навыков, нашел заказчиков. В общем, тебя ждет достаточно насыщенный путь. И именно поэтому в этом году я переименовываю компанию Хлоф Саботовский в КХС, чтобы эти три буквы стали домом для всех творцов, чтобы ты смог найти ответы на все свои вопросы, чтобы ты смог научиться всем творческим скиллам и найти себе команду. Подробнее об этом событии я рассказал в ссылке в описании, как оно коснется тебя, и кроме этого я спрятал там для тебя очень крутые бонусы, которые ты сможешь использовать уже в этом году, чтобы январьские праздники не прошли бесследно, и ты уже начал меняться, как и мы. Поэтому давай в этом году мы сделаем с тобой творческие победы бок о бок. С тобой был Слава Хохлов, и погнали дальше смотреть это интервью, а я тебя жду по ссылочке в описании. Переходи. Если мы уже перейдем в формат самой кибердеревни, она в документальном стиле, она еще была на ютубе в документальном формате, откуда пришла такая идея? Ну, просто эта идея пришла по сути как раз-таки из рассказа, ну, после того, как мы побывали в деревне и послушали о том, как хозяин фермы рассказывает о том, как у них устроена жизнь, то такой формат он очень просил, потому что у нас просто были такие съемки, ну, то есть просто с телефона там с фотоаппаратом как ходит хозяин и рассказывает и вот по сути у нас этот формат получился сам собой, но в том числе просто я большой поклонник фильмов район номер 9 и брат, вот, и реальные упыри еще, и мне показалось, что это очень прикольная идея, то есть она сразу комедию определенную задает, потому что человек ну, на камеру обычно, ну, говорит абсолютно по-другому, то есть очень мало людей, которые одинаковые и в жизни, да, и при наблюдении за ними, то есть таком, как бы, которым является как раз съемка там, влога, там, или видеокамеры, вот, и это сразу рождает комический эффект, потому что ты видишь, как человек старается, вот, что у него не получается, и это сразу придает определенную комедию, а мы как раз к этому стремились. в общем, я на сезоне кибердеревни, именно сезонный я работал вторым оператором, точнее, секонд юнитом, вторым юнитом, и что вообще входит в обязанности второго юнита, это подсъем различных деталей, которые, ну, которые не столько двигают сюжет основной, погружают зрителя в атмосферу того, что вообще происходит в этом мире. На съемках у нас использовалась Aria Alexa Mini, мы использовали, парк объективов, там был Prime первого оператора, я как второй юнит использовал чаще всего Blackmagic 4K, сам стиль кибердеревни, он подразумевает больше такую ручную камеру, которая немножко так подглядывает, всегда-всегда рядом, как будто бы это документарь, когда оператор как будто он находится рядом и следит за происходящим. Вообще, как бы использовались еще кадры, я правда не помню, они вошли, в финальный монтаж или нет, ребята из Пречета в шлем Робокозина вставили у него здесь перед лицом стояло Гоу-Про, чтобы он в шлеме мог по экрану Гоу-Про ориентироваться в пространстве, то есть ему было видно и он мог понимать, где он вообще находится. И некоторые кадры по-моему убрались с этой Гоу-Про как ПОВ такой от лица Робокозина. Есть мы продолжим про ключевые моменты самого проекта. Вы снимали сериал в разных локациях и это очень крутые локации, как минимум когда ты смотришь готовый продукт. Как быстро вы их искали, насколько это занимало у вас фокус, то есть как процесс поиска локаций у вас был выстроен? Ну надо сказать, что у нас локаций было огромное количество, вот часть из них находилась просто ну случайно там сами по себе, мы просто видели что-то крутое ехали туда. Вот часть локации конечно были сложные, часть локации нам просто повезло, просто судьба подкинула, я сейчас об этом немножко расскажу. Ну собственно первую локацию и главную пожалуй это Кибердеревня, она нашлась абсолютно случайно, вот мне пришла идея снять вот этот ролик про андроидов в деревне и корову с QR-кодом, вот я написал в ВК там типа ребята есть ли у кого-нибудь знаком в деревне, вот по счастливому однокурснице вот Варвара Ермолаева, она на тот момент как раз гостила в такой ферме вот и она просто, ну просто прислала фотографии я понял, что это интересно, что надо туда ехать. Потом у нас герои попадают в, ну как сказать, путешествуют по Марсу чтобы оттуда улететь вот и там мы видим Барханы и видим село занесенное песком это село Барханы собственно Астраханской области вот мы нашли его просто через Инстаграм то есть я просто увидел какое-то очень прикольное место да, то есть там дом реально в песках стоит то есть он почти почти полностью засыпан вот и выяснилось, что это мы начали копать выяснилось, что это Астраханская область то есть мы связались с местными видеомейкерами которые там бывают вот которые могут выступить тоже какими-то проводниками нас по этой локации то есть эта локация она нашлась тоже почти сама там единственное было сложно конечно доезжать все время то есть ты едешь по шоссе едешь, едешь, едешь и вокруг просто пустыня и ты такой вот в этой точке надо остановиться и вправо пойти в пески вот ты едешь по пескам там где-то не знаю минут 15 и там встречается это село вот село там в котором было 40 домов вот сейчас они почти все занесены песком там пески наступают все дальше и дальше и осталось буквально там может быть две семьи которые живут вот в этих домиках то есть у них там скот хозяйство вот они ведут такой образ жизни уединенный потом собственно третья серия это у нас Плутонск вот и с Плутонском просто невероятно повезло то есть на самом деле мы не знали где его снимать потому что как бы по сценарию это было место где вообще нет никакой растительности то есть просто просто город без деревьев там без кустов и оказалось что таких городов почти нет то есть мы рассчитывали снимать в Карабаша потому что там мы посмотрели тоже как он выглядит то есть то что довольно хатоничные там вот эти оранжевые какие-то потоки загрязненные там какое-то красное небо вот но в Карабаш нас туда не пустили плюс оказалось что город довольно зеленый сам по себе то есть там довольно мало локаций где можно снять затем мы там начали даже думать в сторону казахстанских возможно каких-то городов потому что там гораздо меньше растительности вот но в итоге нам просто повезло то есть ну как сказать нам для нас хорошо как бы для людей наверное которые там живут не очень но тем не менее мы на тот момент появилась новость что произошло извержение вулкана Шевелыч на Камчатке вот и пепел засыпал несколько городов несколько поселков вот к счастью кстати обошлось как я понимаю без жертв то есть там никто не пострадал но просто это конечно было хатоническое зрелище то есть мы увидели все эти картинки там как дети лепят пепловиков там из таких черных там как делают этих пепельных ангелов там в снегу не в снегу вернее в пепле вот и мы такие все надо точно надо ехать туда там мы еще там тоже были фотофотографии как люди ходят в костюмы химзащиты ну просто апокалипсис какой-то просто сталкер вот и мы поехали туда вот естественно буквально через два дня по-моему после этого известия вот естественно как только мы туда приехали там прошел снежочек вот и он просто все ровненько засыпал и там когда мы туда приехали мы поняли что ну в принципе это обычный зимний город потому что там тонюсенький слой снега он полностью скрыл вот такой слой пепла вот и ты такой приезжаешь ну обычный город такой что мы сюда ехали непонятно вот но слава богу там выглянуло солнце растопило снег вот проступили вот эти все пепельные наносы вот и мы сняли там как раз экстременные кадры в общем как сказать поиск локаций это довольно нелинейный процесс мягко говоря приложение локаций одну из локаций вы использовали рынок садовод да как вы там снимали были ли какие-то сложности куча возможных людей посетителей разрешение на съемку ой да нет это просто мне кажется это мое самое большое воспоминание в принципе по съемкам потому что это было мне кажется то ли мне кажется мы впервые просто в истории снимали в таких условиях что-то что-то значительное большое да конечно ну мы во-первых договорились с руководством рынка садовод то есть потому что без их разрешения там естественно снимать нельзя вообще никак то есть они с нами вышли на контакт такие да-да-да там пожалуйста там мы выделим людей вот но просто другое дело что с руководством рынка мы договорились но с каждым хозяином ларька договариваются ну это просто бред то есть их там посетителей в день там ну не знаю может быть там 1200 наверное может быть больше количество лавочек на одной аллее рынка это там порядка там тоже 100-200 вот конечно же там ну со всеми индивидуально ты не договоришься вот поэтому приходилось снимать ну тоже документально мы обсуждали несколько сцен в работу и в итоге одна из самых интересных сцен которые нам ребята предложили это было как раз рынок на Сатурне если мы ориентируемся на концепт который был то у нас город рынок как бы стоящий на кольцах создавал ощущение города когда у нас есть един на каждом кольце как бы единое единое пространство и когда мы начали уже над этим работать мы поняли что это не супер интересно смотрится мы обсуждали это с ребятами и вот вместе с режиссером пришли к тому что мы будем делать отдельные островки на каждом кольце то есть плавающие как бы какие-то больше какие-то меньше и именно таким образом мы создадим вот это вот ощущение что рынок это не единый город а все-таки это какое-то отдельное пространство которое ну там соединяется мостиками дорожками друг с другом и главной еще был задачей было все это сформировать так чтобы это выглядело как кольца Сатурна как реальные кольца то есть они же у нас состоят из ну трудно сказать мелкодисперсных частиц там валуны то здоровые но если смотреть издалека все это маленькое кучка такой пыль и соответственно у нас все так же это выстраивалось потом добавлялись реальные старались прям вот сложить съемочное колесо Сатурна как мы это увидим на всяких космических фотографиях нашими производными и получить то что хотелось режиссеру как он это видел все это согласовывалось тоже не раз и мне кажется у нас все получилось у нас есть большое количество переднеплановых зданий у нас их 10 каждое из которых мы разрабатывали начиная с концепта мы утверждали с режиссером мы моделили мы текстурили причем все здания должны стыковаться с общей стилистикой кибердеревни у нас были палатки у нас были магазинчики у нас были большие ангары павильоны мы также разрабатывали машины то есть у нас был космический зил космический пазик космический иш вот тележка грузовая если вернуться к пре-продакшену у вас достаточно много миров придумано много идей которые реализованы в сериале там истории по подписке как вы придумывали эти форматы у вас была какая-то креативная группа где вы штурмили запирались и напридумывали или вы по ходу что-то докручивали ну у нас нет безусловно очень многое было придумано на этапе сценариев но у нас действительно такой проект что мы большое количество идей придумываем уже потом по сфактум то есть ты можешь всего не видеть когда ты это пишешь да там более того какие-то моменты становятся очевидными на этапе уже создания графики и ты можешь там что-то добавить там что-то в голограмму какую-то гэг там какой-то интересный такой-то прикол какую-нибудь пасхалку все перелыв и да это была большая группа сценаристов то есть это были сценаристы и авторы очень крутые Дмитрий Невзоров Никита Лундин Антон Бабаев Никита Ворожищев Григорий Скряпкин ну как бы это такая большая команда собралась вот и мы в общем все это вместе разгоняли там какие-то какие-то идеи отметались то есть большое количество идей естественно оно было отложено до лучших времен вот но тем не менее действительно даже то что получилось мне кажется там намного хватит надолго если говорить конкретно про то как родилась идея голографической жены то она тоже родилась очень сильно не сразу мы очень долго вообще ходили вокруг отношений зама и его жены мы пытались их написать и так и эдак но не получалось до момента пока Сергей Васильев не пришел с утра и не предложил сделать ее голографической и все заработало потому что опять же в этом в их отношениях появился киберпанк соответственно у нее появилась сразу же своя боль своя правда свои сильные слабые стороны своя цель и в итоге она у нас выросла в такого полноценного антагониста все остальные идеи про там жизнь по подписке понятно что очень сложно как-то предугадать будущее но мы хотя бы пытались понять куда идет вектор каких-то вещей в седьмой серии у нас есть голографическое кладбище где люди зациклены в таких гифках голографических и буквально месяц назад я прочитал статью что такой стартап зарегистрировали где-то в Калифорнии то есть все настолько стремительно развивается что мы вроде бы пытались что-то там предугадать что будет через сто лет но оно видите как получается оно уже не через сто лет оно уже там через год-два реализуется ну и прям непосредственно для проекта вот если вы знаете седьмую серию седьмую серию есть голограммы которые находятся на кладбище на наших на могилках вот их снимали прямо в этой комнате вот здесь у нас стоял хромагей и мы прямо вот он сойдет сейчас лежит вот там в уголочке а мы прям здесь поставили натянули посадили ребят и прям слышали ребят сняли и они у нас были вот этим сам голограммами мы использовали много нейросетей как бы с течением проекта этих нейросетей выходило чем больше и больше то есть мы начали сначала использовали каких-то концепций стейбл дефюжен после этого как бы после этого появился миджорни который у вас фотореалистичную картинку то есть да действительно у нас много сделано из миджорни какие-то кусочки и оттуда взятые какие-то кусочки да мы делали как раз стейбл то есть много всякого и много более конкретных вещей так сказать еще там у нас присутствует пару дипфейков которые тоже сейчас много нейросети появились которые делают это очень легко то есть у нас там когда падает баракозин в последней серии с крыши там у нас естественно был косметер и мы заменяли лицо на лицо нашего актера плюс у нас есть чайный грипп который у нас был еще в самом первом ролике но в первом ролике он сделан очень простенько я решил как бы что-нибудь более новое придумать там вообще использовалась такая более интересная связка чат депетти и собственно миджорнг где-то на просторах ютуба можно найти ролики которые прям могут обучить конкретный чат под ну под алгоритмы миджорнг и ты ему прям прописываешь что ты хочешь и он более детально тебе расписывает промд ты этот промд копируешь и вставляешь уже непосредственно миджорнг и он тебе генерит картинки более конкретные более правильные мы взяли вырезали кусочек из ну с банкой из первого вставили миджорнг и там как-то нагенерил кучу вариантов которые только возможно и получились довольно-таки вот эти стички их осталось только задвигать но там уже нехитрыми манипуляциями этот грипп собственно оживал мой публик задача была представить как это все влезет на ваш в будущем когда технологии позволяют сделать трудмерные голограммы голограммы у нас были двух видов некоторые из них были плоские которые состоят из светящихся нутких точек условных пикселей трехмерных областанцев и волос в кадре а некоторые из них это объемная форма которая нужна была с модели сначала в синем выделить текст чтобы у него была толщина и впоследствии они покрывались тем же самым эффектом точечности впоследствии еще довольно аккуратными постэффектами добивается их благовидность то есть там есть различные блюры операции глоб которые создают при этом в госпорте когда Николай разговаривает с роботами тоже через килограмму там очень много шумов и помех мы вообще-то ориентировались ну возможно что-то из звездных войн потому что такие глупые полупрозрачные килограмм изображения в видеозвонках вот но мы добавляли очень много всяких шумов что-то из них было футажное что-то сгенерированное дисплейсменты которые перебивают картинку чуть-чуть также добавляли обязательно освещение по краю что-то такое фейковое контраре чтобы добавить контраста килограмм а как вы придумали сами планеты и их отличительные черты ну это был этап собственно как раз еще скорее сценарной разработки плюс как бы концептов то есть мы стараемся ну по крайней мере я старался что-то какие-то идеи визуальные сразу накидывать то есть как-то что-то придумалось допустим по планете Плутонск и вот я там сразу что-то старался накидывать давал задания художникам чтобы что-то придумывалось то есть идеально когда это ну происходит параллельно то есть когда ты когда сценаристы видят что можно сделать вот когда художники понимают в чем смысл да вот этой локации вот мы старались делать планеты ну как бы с одной стороны тоже это довольно забавный баланс да с одной стороны реалистичными а другую фантастичными то есть чтобы был вот этот сплав узнаваемости и чего-то чего-то очень нового вот чтобы каждая планета она выражала какую-то мысль, какую-то соль в обстоятельствах, в которой живут эти персонажи, которые на этих планетах находятся. Все планеты придумывались по-разному. То есть, если взять, например, четвертая серия «Киберпоезд», ну да, это не планета, но это просто мы хотели отдать дань уважения ролику про «Киберпоезд», который был раньше в «Кибердеревне». Ну, собственно, поезд был наверное, процентов на 80, собственно, сделан, по факту, с нуля. И там был такой лучевой рельс, по которому он, собственно, двигался. И референс на него был из фильма «Тор» этакий «Биврёст». Мы его внутри студии назвали «Биврёстом». Ему сначала к названию все никак не привыкали, а потом как-то «Биврёст, Биврёст», и так пошло собственно продакшн. Сначала мы думали, что у нас будет, в принципе, просто поезд, но потом по ходу сюжета к нему навешались еще несколько активностей. Там тряска, он должен был и помахать хвостом, его должно было сложить немножко в гармошку, и вот мы уже в процессе прикручивали к нему какие-то дополнительные возможности, чтобы так можно было делать. Поезд был полностью сделан в 3D. То есть это... Ну, для 3D мы используем такую программу, как Blender. Дальше это все собирается как бы лайтиться, ерундериться уже непосредственно в Houdini. Это наша программа, нашего pipeline, собственно, основная. И все рендера, которые выходят, они выходят именно из нее. У нас долго были ресерчи в плане, допустим, материалов, да, там по вагонам, по поездам, то есть как материал отрабатывают. Особенно в космосе, когда там источников света очень мало, мы долго искали, как бы, такой... Лук Дев, может сказать вам, да, как интересно нам это показать. Все снималось в депо, и там по факту присутствовал один вагон с одного ракурса. Ну, съемочный материал был сделан так, что там персонаж у нас бегает, как бы... Весь съемочный материал был снят там с одной и с левой стороны, грубо говоря. Вот. А в самом сериале, то есть в самой сцене, как бы Робогозина там шмонала из одного... Ну, там, с одного кольца на второе кольцо, то есть там очень... Как бы менялись ракурсы, скажем так. И из-за этого мы попали в такую ситуацию, что на съемочной площадке свет был поставлен с одной стороны, а на самом деле в ходе всех действий в сцене он должен был как бы меняться. И из-за этого мы... У нас в сцене по факту там получилось четыре солнца, которые мы... Которыми мы освещали сцену. То есть это были такие имитаторы-заменители солнца, собственно, которые потом ребята на композе непосредственно под шот подкручивали самостоятельно и выбирали из... Ну, из целого ряда вариантов, собственно, какой ему лучше подойдет. То есть тут очень долго была работа тоже над хореографией сцены, потому что, если посмотреть первоначальные призы и финалы, которые потом появились, они где-то местами совсем отличаются. То есть мы заново изобретали вот всю эту сцену, потому что нужно было по логике, как бы, вот Робогозин вылазит с одной стороны, он переходит на крышу, потом пробегает по одной крыше. Это у нас назывались спицы, которые соединялись к кольцом, вот этим вот рядом колец, да. Потом он его сбивает, метеорит, он улетает назад. То есть вот эту всю хореографию нам приходилось самим как бы поставить, чтобы это было и визуально интересно, как бы, и хронологически оправданно. Когда мы работали над сценой с платформой, нам предоставили материал, мы посмотрели, оценили, и как бы нам как бы первоначально показалось, что в принципе сцены не такие сложные, то есть там заменить форму, вырезать там марскими платформу, туда поставить потом поезд и окружение Марса, как бы не составляло там труда, но потом же в процессе работы там у нас как бы выявилось такое, что там оказывается очень много проводов, очень тонких таких, пересекающих вот все, вот это вот весь съемочный материал, и нам кое-где пришлось там очищать, а кое-где даже полностью на платформу, вот живую съемочную платформу, заменять на CG и делать ее такой же, как она съемочная. Но на этом проекте, это как бы не первый проект, где мы используем USD, это United Stand Description, это новая, относительно недавно появившаяся система, на которую потихоньку вот переходят студия, собственно, ему, уже вот, уже полноценно перешли на нее, но самая еще фишка, вот непосредственно, которая использовалась у нас вот на поезде, в силу того, что поезд, вот он состоял из большого количества, вот его желая часть состоялась большого количества вагончиков, собственно, в которых, например, находились люди, и вот система USD позволяла при наличии одного вагона, сетапа вагона, беспроблемно на лету вообще прям в реал-тайме менять, например, пассажиров внутри этого вагона, как бы, и можно было при любой постановке камеры под нужный ракурс просто выбрать любой вариант расположения этих там персонажей внутри, либо там, грубо говоря, выключить, включить свет, где нужно, вот в какой момент, и вот при классическом байплайне это было бы не совсем просто, вот, а как бы USD, она нативно поддерживает такие вещи, то есть, ее система, и позволяет вот прям на лету в прыжке менять эти все штуки прямо перед рендером, вот, и это очень сильно упрощало жизнь. Если говорить про серию седьмую, про серию, где они приехали к маме, то это опять же такая больше ностальгическая серия, но она уже не девяностые, она больше туда в восьмидесятые, как бы, вот, поэтому каждую серию мы придумывали, ну, по-разному, и людей, которые населяют эти планеты, и то, что на самих этих планетах происходит, но какие-то вещи, как, например, визуальные образы, мы не всегда придумывали до конца, то есть, допустим, вот эта история с тем, что в седьмой серии планеты такие круглые, вот, это планета Родина, она такая, вот, из этих кругов состоит, это не мы придумали, это придумали ребята уже, когда делали графику. У нас была задача создать несколько планет разных, они должны были, каждая, быть уникальны, и вот одно из этих мест, локации, это была наша Родина, это были кольца, изначально была концепция, что у нас происходила там планетиада, типа, вот, олимпийского городка такого, который вот состоял из нескольких таких колец, вот, мы старались создать её такое ностальгическое место такое, с множеством отсылок к нашему там детству, с разными воспоминаниями о каком-то нашем там прошлом, таком светлом плене. Внутри прям в городе, на улице, было очень много разных мозаик, которые потом анимировались. Если говорить, например, про планету вещевой рынок, сатурнский, то это хотелось в каком-то смысле поностальгировать о каких-то вещах, которые мы все помним из 90-х. Кибердеревня, это же такая смесь прошлого и будущего, в которой мы говорим как бы о настоящем. И в этом смысле вот сатурнский вещевой рынок это вот отсылка такая, ностальгическая серия про наше детство. Допустим, если говорить про серию Церерск, то мы хотели какую-то актуальную тему поднять, и порассуждать примерно, представить, что может быть дальше. Димон, а мы где? Планета какая? Церерский мы дядь. Церер – классная планета, да, и в ней очень много деталей добавлялось прямо вообще экспром. Ну, то есть, естественно, ничего всякого было сделано на съемке. Она тоже, да, довольно одна из сложных, в том плане, что из-за отсутствия электричества приходилось придумывать какие-то механизмы новые, какие-то, что-то паровое, что-то такое механическое без электричества. Поэтому, да, у нас там целые заводы придумывались, паровые, телевизоры мы там тоже разрабатывали, которые запускаются мальчиком с велосипедом. Вид самой планеты, то есть, что она такая маленькая, малюсенькая, миниатюрная, мы видим загиб горизонта, видим все здания прям с общего рампуса планеты. Еще из классного там были всякие вывески и надписи, которые есть на транспорте. Там есть несколько видов транспорта, в частности, это нести автобус. У нас делались сначала концерты, потом делались модели и потом делались отдельно под каждый вид транспорта текстуры. То есть, мы прям вручную прорисовывали все текстуры для всех вот этих элементов. Например, у автобуса есть огромное красное колесо спереди и вот это колесо раскрашено под хохлому как сани. Также у него есть салазки. Салазки тоже отдельно прорисовывались. Для них отдельно наносился узор, специально его отдельно рисовали. У автобуса есть остановки. Если тоже поставить на стопкадр, там некоторых шелток видно, что конкретно написано. Там очень продуманный маршрут на кладбище, гигиеническое заведение, 40-летие мэра есть. А когда ты во время съемок уже работал с актерами, можешь рассказать о своем опыте работы? Был ли это твой первый опыт? Были какие-то сложности или наоборот с кем легче всего работалось и почему легче всего работалось? Опыт у меня был небольшой. Как я сказал, раньше мы снимали краткомпитражный фильм. В 2015 году там было всего два актера. У меня был первый опыт работы с актерами. А потом Кибердеревня. Кибердеревня это был опыт работы уже с Сергеем Чихачевым, с которым мы познакомились на дипломной работе Игоря Короткого еще во ВГИКе. Я для нее делал графику для небольшого диплома фильма, а Сергей там как раз исполнял главную роль. Мы с тех пор обменялись контактами, списались и случилась Кибердеревня, потому что он очень быстро согласился, ему понравился этот концепт. Допустим, с ним никакой сложности не было. Он очень открытый, очень мудрый человек, который очень органичен в своем артерском существовании. Мне кажется, Николай это он. Вообще ничего придумывать не надо. Он такой в жизни. А что, мы снимаем уже, что ли? Он тоже любит возиться с техникой, он вводит вообще все, что угодно. Не знаю, уазика до трактора, до комбайна. Он очень хорошо общается с животными, он реально любит. Каждую свободную минуту, когда мы снимали в деревню, он шел к ослику какого-нибудь кормил, общался. Это очень прикольно. И потом, когда уже появился сериал, там уже другой уровень работы, там другая скорость работы, там уже большая, потому что, допустим, когда ты делаешь небольшой ролик, в принципе, там все понятно сразу. Четыре страницы по сути сценария, там все ясно. Когда ты уже работаешь над большим сериалом, ты уже должен следить за большим количеством сюжетных линий, за развитием персонажей, за их состоянием в конкретной сцене, а сцены, они снимаются не по порядку, то есть могли в первые дни снять финал, например, сезонно. И здесь уже надо очень значительное количество информации, значительное количество данных держать в голове, чтобы точно поставить задачу, то есть, чтобы актеры знали, в каком они состоянии. Плюс, опять же, из-за того, что большое количество вещей, оно было добавлено только на этапе постпродакшена, то они не всегда понимали, в какой обстановке они находятся, это приходилось обсуждать, направлять. Надо сказать, что проблем вообще, слава богу, ни с кем не было, то есть у нас собрался очень вовлеченный коллектив, то есть и актерский, и команда, то есть никому не было все равно, то есть все выкладывались, старались, старались друг другу помочь, и мне кажется, эта любовь, она видна через экран. Я сам балдею, как много инсайтов в этом интервью. Подобное мне очень хотелось услышать и внедрить в свою жизнь, когда я делал только первые шаги и хотел начать делать крутые видосы, делать крутые проекты на ютюбе, попасть на кинопоиск и в большое кино. Чтобы это все начать реализовывать, не только мне, но и тебе, нужно каждый день напоминать себе, какие шаги нужно делать. Вот ты сейчас смотришь это интервью, и там есть очень много инсайтов. Но если ты не будешь себе каждый день напоминать об этих шагах, то они забудутся. Именно поэтому мы с командой сделали чек-лист от режиссера Кибердеревни, чтобы ты каждый день мог смотреть на него и вспоминать, что необходимо сделать, чтобы добиться подобных высот. Напоминаю, где это находится чек-лист. Ссылочка в описании, переходи и качай этот полезный документ. И продолжаем смотреть это безумно крутое интервью. Если мы от актеров перейдем к музыкальному оформлению, то кто придумывал песни и как рождались идеи? Создание песен тоже такой абсолютно непредсказуемый экспериментальный процесс. То есть она может родиться легко, может родиться очень тяжело. То есть у нас были оба этих варианта. Собственно, песни у нас придумываются совместно Антонием Копенкиным. То есть он придумывает текст и такую как бы заготовку, эскиз, не знаю, набросок мелодии. И уже это исполняет, аранжирует Лилиана Буш в главе ансамбля Вани. То есть ансамбль фолклорной песни, то есть народной. Вот. Они изучают народные напевы. То есть они в этом отлично разбираются. То есть они понимают, как лучше это исполнить. Вот. И как раз там первая песня, которая наша самая известная, пожалуй, это Полетели коптеры. Полетели коптеры, полетели сизые, пополю, пополюшку. Вот. Это как раз плод их труда. Вот. Ну мы просто там периодически созванивались, там накидывали идеи, там корректировали текст. То есть иногда текст, он был слишком таким, типа, приторно-кибергизированным, так и кибернетическим. То есть там не оставалось по сути никакого смысла. То есть тут важно соблюсти грань между словами такими вот такими фантастическими, как бы, и простым, понятным повествованием. То есть в принципе Полетели коптеры, Полетели сизы, ты в принципе понимаешь, о чем дальше будет речь. Вот. А если просто как бы таким заниматься нейм-дроппингом, там термин-дроппингом, не знаю, есть ли такое как сказать словосочетание, то это просто утомляет человека, то есть он теряет в этом смысл. Вот. Поэтому тут важно найти, ну понять все-таки про что песня, то есть какую эмоцию, да, она доносит, вот, и уже исходить из этого, там использовать метафору. То есть круто, когда в фантастике, да, получается, ну, так, чтобы технология, да, или какое-то какое-то явление, оно выступало метафорой, ну, какой-то жизненной реалии. То есть вот там, опять же, там, жена-голограмма, да, это понятно, что метафора, да, это метафора такого одиночества. То есть там человек, вот он, и как бы, и развитие вот этих всех технологий, да, там развитие соцсетей, там компьютерных игр, да, вот этих томогочий, условно говоря, только там в кубе. Вот. Это понятно, что метафора, и круто, когда так же получается в песнях. То есть когда ты понимаешь, оно при этом это что-то немножко новое. Какие еще метафоры были закрыты, спрятаны? Можешь раскрыть? Ну, у нас каждая, в принципе, каждая технология или каждая локация это метафора чего-то. Ну, там, допустим, если взять Плутонск, то это метафора некого рабочего поселка, да, ну, или какого-то региона, который живет за счет, ну, добычи ископаемых, да, и, ну, мы это как бы масштабировали до размеров планеты, то есть вся планета это вот такой большой рабочий поселок, там, вроде, ну, или город, там, вроде Челябинска, Карабаша, Норильска, например, то есть это вот что-то, что-то такое, что позволяет просто историю более, как бы, интересно, более визуально, выразительно рассказать. Вот, там, галографическая жена, ну, это как бы метафора, технология, да, которая, как бы, симулирует какие-то реалии жизненные, да, то есть там человек, до которому сложно, например, завести отношения, да, вот он завел себе голограмму, потому что технологии это позволяют сделать. Вот, потом, ну, рынок, очевидно, что это, ну, как бы, как бы такой, типа, черкизон в квадрате, в кубе, не знаю, в квадрате, то есть это все вместе, то есть это все наиболее обостренное. Ну, роботы, ну, роботы, конечно же, это метафора просто, в принципе, эксплуатации человеческого труда, ну, то есть у нас, в принципе, проект об этом, да, что ты можешь к людям, там, которые от тебя отличаются, или просто к людям, да, относиться либо по-человечески, либо воскомерно, да, то есть и вот Николай, и Брагозин, да, по-разному, то есть Николай ко всем относится хорошо, да, а Брагозин относится ко всем плохо, то есть он даже к людям относится как к роботам, а роботам относится как к людям, которым относится плохо, вот, и, ну, в общем, это как бы вот эти технологии, это метафоры, на самом деле, наших реалий. Мы шли от героя, то есть наша задача была не придумывать что-то впереди героев, а как бы отправить героев в путешествие, и уже двигаться дальше за ними, и Плутонск, это полностью, вина характера одного из главных героев, Брагозина, то есть то, что он запустил эту планету с шахтерами, и это первая планета после Марса, на которой он оказался, это он столкнулся с проблемами, которые сам и породил, и Плутонск, поэтому, получился вот таким. Смерть роботам! Вы что, совсем что ли? Плутонск разрабатывался вообще сильно заранее, это одна из самых-самых, как ни странно, проработанных планет, по смыслу, наполнению, описанию, у нее было куча разных вариантов, у нее были разные элементы, с разным световым, короче, наполнением. Сначала мы думали о том, что это просто полностью черная, обыгревшая планета, покрытая пеплом. Мы начали делать концептом эту сторону, поняли, что она выглядит скучно, и непонятно, что там вообще есть жизнь. Потому что, когда там есть черные моря, эти грязи, черные эти кратеры, учебно, непонятно, ничего не читается. Мы начали думать, и сделали красные моря, и белые такие засоленные берега, и в них гигантские кратеры, в этих кратерах прям были панельки строены. Долго, кстати, работали с формой того, как будет конкретно выгрызен на Болтонск, пришли к этому варианту своего рода Яблоко. Но, кстати говоря, не знаю, не столько это видов сериал, но вообще-то там он достаточно хорошо и понятно продуман, и проработан внутри вот этих во всех выгонок и кратеров. То есть там есть работающие машины, там есть опоры, которые держат пуские планеты, которые уже отделились, но еще нужны для разработки. Там есть куча арматуры. Ну, короче, если посмотреть концепты, там можно прямо-напрямо увидеть. Что для тебя было сложнее снимать все это либо заниматься паст-продакшеном? Да, пожалуй, просто это разная работа, которую нельзя напрямую сравнить. Ты просто решаешь разные задачи. То есть съемки это просто физически тяжелый процесс. То есть, ну, просто реально там ты просыпаешься там рано, там, вдолго снимаете, там много всего происходит, большое психологическое напряжение там у всей команды, и тебе еще нужно при этом все снять, и так большое количество, много дней подряд. Вот. А на посте уже работа, она такая более, ну, как сказать, ну, не назвать ее рутинной, но тем не менее, она такая более статичная, но у тебя большое количество зато работы происходит интеллектуальной такой, скажем так, вот. То есть, ну, какой-то ты решаешь уже такие довольно тонкие вопросы, скажем. Вот. Ну, по-своему, естественно, это было сложно и то, и то, то есть, ну, просто это никогда не было просто, вот. Но, слава богу, у нас очень крутой продюсер постпродакшена вот Лера Сидоренко, которая занималась организацией всей работы, то есть, и монтажа, и координации, да, работы с графикой, вообще ведения всей работы, вот, которая помогала у нас потрясающий режиссер монтажа, Артем Барышников, который все это, ну, как бы собрал, потому что это был очень сложный материал, то есть, с ним было очень много проблем из-за того, что, опять же, мы снимали все это на живую, да, то есть, иногда у нас не было возможности там что-то, да, как сказать, переделать, переснять, то есть, там, опять же, мы снимали на рынке, да, где ты не можешь в полной степени контролировать мизансцену, вот, она получается каждый раз по-разному, потому что там куча людей, там, ну, то есть, это такие очень сложные съемки, и большое количество материала с разных камер, там, с разных локаций, вот, и их надо свести, вот, сделать из них плавное, понятное повествование, чтобы все все поняли, да, чтобы зритель знал, как бы, для чего рассказывается эта история, вот, и Артему это удалось, то есть, мы много с ним сидели, много собирали, то есть, это была очень тяжелая работа, и это представляют все, вот, ну, на посте, опять же, то есть, все решает команда, то есть, вот, я перечислил, продюсера постпродакшена, перечислил монтажера, опять же, это Илья Шутов, Алексей Фомин, это вот ребята, с которой мы все это начинали, но в данном случае, они уже работали над сериалом, над графикой к сериалу, то есть, это делало порядка, там, может быть, там 120, наверное, 140 человек, там, порядка 10 студий, наверное, все это делало, вот, и это была такая очень тяжелая, изматывающая работа. У нас в каждой серии есть большие экшен-сцены, которые часть мы внутри себя делали, часть нам помогали, четвертая серия вам, нам помогали ребята, вот, и вот эти большие экшен-сцены, чтобы их правильно снять, поставить, и потом произвести, мы для них делали превизы, да, такие типа аниматики, в виде таких музыков трехмерных, чтобы в дальнейшем потом с этим можно было удобно работать, и мы, соответственно, придумали сценарий, написали, который был достаточно короткий, из разряда Николая, с рыбогойзом уменьшается прыгать в самолете, ненормальные шахтеры за ними гоняются, они от них сбегают, ну, что внутри этого происходит, ну, конечно, мало кто знал, поэтому Сергей сел, ну, мы сели вместе с Сергеем в траве, придумали раскадровки, нарисовали, такими огурцами прям, прям, примитивные, вот, и после этого, и после этого сделали бы эти превизы, и уже, что у нас было несколько итераций, этих превизов, каждого превиза, и после этого мы уже, как-то превизы показали, все вместе посмотрели, показали нашим прогрессерам, показали их на поиску, им всем понравилось, сказали, зашибись, давайте такое делать, и мы пошли их реализовывать, сняли, и уже сделали, даже сейчас вот сравнить, поставить превиз, и поставить финальную сцену, они прям не сильно отличаются, там, за исключением, может, каких-то минусных кадров. Если рассказать еще про то, что на посте прям было изменено, и оно спасло производство, то это, наверное, наш большой объем, который зритель, наверное, до конца даже не понял, не видел, вот этот шея робота нашего, потому что, и рот его, потому что, когда мы снимали, у нас не было еще полностью наговоренных фраз, был только текст, и Сергей сам из-за кадра говорил голосом Робогозина, и получается актер просто отыгрывал, а так как отдельно шло управление глазами шло, и у нас там шелла такая лампочка, динамик, когда у нас актер говорил, там внутри она просто так винкала, но, естественно, не соответствовало тому, что потом было после переозвучки, уже голосом Рунова, и то, что было, и то, как у нас вообще визуально этот рот выглядел. Поэтому у нас упал очень огромный объем, связанный именно со вставлением этого ротика, это порядка 700 шотов, мы так посчитали эту статистику недавно, 700 шотов у нас было с этим сортом шеи, и то, что было связано с доработкой именно нашего Робогозина, то, что как бы тоже очень такие классальные объемы, и вообще вначале, когда мы задумывали проект, мы писали сценарий, мы как-то так, ну, не особо задумывались, что, сделав главный персонажа робота, мы попадем в такую проблему, и в такую яму производственную, то есть мы думали, там, ну, будет 400 планов, 300 планов, но когда вот у нас получилось их 700, это фактически в каждой серии у нас их по 80, 80-90 планов, и мы просто, короче, мягкий рефигеет. Я в Кибердеревне была продюсером графики, это был мой первый такой большой проект в качестве продюсера графики, и на самом деле проект был, мягко говоря, непростой, было очень много трудностей, с которыми нам пришлось столкнуться, что на самом деле сложного в работе продюсера, как мне кажется, на мой взгляд, что было сложным в этом проекте, так как проект большой, короткие сроки, много работы, у нас было очень много фрилансеров, это были как команды, так и единичные люди, и, наверное, в общей сложности, если не ошибаюсь, так, это было 200 человек, на проекте, когда около 200 человек, это каждый день, плюс-минус каждый день, тебя кто-то пишет, что-то спрашивает, тебе нужно с каждым поговорить, тебе нужно каждому объяснить, возникают какие-то вопросы, нужно объяснить комментарии, или возникают какие-то технические проблемы, то есть это такой постоянный круговорот вопросов, сообщений, на которые нужно отвечать как можно скорее, потому что чем дольше ты человеку не отвечаешь, тем выше вероятность, что он не успеет что-то сделать в срок, тебе придется с тобой разбираться потом, что он что-то может не успеть, или, ну, такая вот работа. Для тебя лично, если мы берем проект целиком, что сложнее всего было? Ну, как сказать, ну, для меня сложнее всего, пожалуй, было сохранить, ну, это так абстрактно звучит, но это было важно на самом деле, то есть, ну, сохранить душу и атмосферу первых роликов, потому что, когда ты начинаешь рассказывать что-то очень большое, да, то это очень легко потерять, то есть, легко потерять вкус, то есть, легко уйти в какую-то пошлость, легко уйти в какую-то грубость, вот, а все-таки хотелось сохранить проект, как бы, острым, но добрым, чтобы его можно было смотреть с удовольствием, то есть, чтобы он не вызывал чувства испанского стыда, вот, и это как бы было сложно, то есть, сохранить, так сказать, искру, да, с которой все это начиналось, вот, ну, ну, там, это не считая, там, как бы просто физически каких-то там сложных действий, там, интеллектуальных усилий и так далее, но это все понятно, это нормально, вот, ну, вот, самое сложное это было это, потому что невозможно измерить, да, то есть, ты там по срокам, ты можешь понять, что когда ты летишь, да, вот, а это как бы такая настолько эфемерная штука, что никто не знает вообще, как с этим быть, как с этим работать, и поэтому, ну, чтобы сохранить дух проекта, там, приходилось, ну, предлагать довольно большое количество усилий, чтобы все работало. Окей, а что легче всего тогда получалось? Ну, легче всего было срывать сроки, конечно же, это просто элементарно, мы в этом достигли мастерства, вот, нет, ну, сложно сказать, то есть, все было интересно, безусловно, то есть, когда, когда все настроено, и все работает, когда уже все, сигранное, да, сработанное, то все получалось. А какая твоя любимая сцена из сериала? Ну, это, нет, это хитрый проекционный вопрос, а ты знаешь, это как спросить, а вот у тебя, типа, не знаю, пять детей, вот, самые хорошие, какой, вот, ну, да у меня все сцены нравятся, но мне, как бы, поскольку наиболее интересно снималась у нас пятая серия, вот, на рынке, собственно, ну, наверное, рынок, потому что это такое, как бы, впечатление на всю жизнь, вот, а так, да все, все по-своему крутые, все по-своему разные, потому что они все-таки работают на общую историю, нельзя убрать одну, там, что она менее важная, ну, то есть они все важны, там, есть которые попроще, есть которые посложнее, но тем не менее, они все играют на общую картину. Вообще, пятая серия про Сатурнский рынок, это была самая непростая серия в сезоне, с точки зрения сценария, я переписал, по-моему, у меня было 17 драфтов, я 17 раз эту серию переписывал, я ее переписывал все прошлое лето, потому что она не складывалась, потому что где-то какие-то кубики не получались, и приходилось снова искать вот какой-то недостающий элемент. И потом он нашелся, как раз вот в виде этого мальчика, и его боли связаны с тем, что его папы рядом нет, а бабушка его обманывает, говоря, что папа звонил, спрашивал, как дела, но мы понимаем, что он этого не делал. И мы, опять же, здесь искали правильную боль с точки зрения главного героя, вот Робогозина, который переживает путешествие с этим мальчиком, и нашли, и когда нашли боль Робогозина, и когда нащупалась правильная история мальчика, оно все вместе схлопнулось, и уже как бы история получилась. Я тебе так скажу, друзья тебе вообще не нужны, они с тобой, пока им от тебя что-то нужно, поэтому лучше быть одному, когда ты один, тебя никто не кинет. Ну и наполнением рынка стали голограммы, которые уже неодъемлемая часть проекта, а на самом деле кибердеревня. Голограммы — это было вообще отдельным удовольствием для всей нашей команды и самым смешным, наверное, элементом, потому что, ну, во-первых, они должны казаться не футуристичными, не современными, и за счет этого можно делать все, что угодно, и делать вот с отсылкой на 90-е, на нулевые, и стилизовать по-всячески, ну и плюс придумывать вообще вот эти вот все элементы, типа, что у нас там? Спейси Леггинсы, Титанический Копарь, вот это вот все, всякие там пирожки с Венеры, это было очень классно, очень весело, на всей студии штурмили, что может еще там быть, а Саша потом сидел и пытался все это воплотить в реальность. У нас есть маленький хромакей, например, на студии, то есть мы как-то снимались на нем, я потом вырезал из хромакея людей, и что-то я просто подставлял, ну как плоскую картинку, а что-то я уже использовал как шамблон для 3D, то есть там полноценно можно было людей покрутить, то есть и так далее. Объемно, красиво, дорого, сердито. Еще, допустим, очень интересный момент, который мы для себя запомнили и на будущее, у нас есть очень классный кадр, вот опять же в той же самой сцене, мы отлетаем от главного героя и отлетаем до нашей планеты с кольцами. И так как съемочный материал, мы представляем это вообще отдельный, да, отдельный павелирон рынка, с отдельным, со своим светом, вообще с отдельными людьми, и нам нужно было каким-то образом сшиться на едином отлете с графикой. И вот там как раз режиссер, ему пришла идея делать шторки, то есть у нас есть там наши пролетающие машины, и мы максимально быстро ими пролетаем для того, чтобы вот этот вот момент перехода от съемочного здания к нашим уже CG-кольцам перекрыть. Ну и плюс мы, конечно, использовали все инструменты, которые мы могли найти. Мы и максимально старались упростить работу через генератор для того, чтобы не проставлять все здания вручную, а продумать несколько вариантов расположения наших островков, их размеров, как это все будет выстраиваться, и затем дать возможность уже выставляться этому автоматически. Мы то же самое, например, использовали нейросети, мы использовали топаз для того, чтобы скилить потом качество и разрешение, но это уже мы делали на композе, для того, чтобы картинка становилась еще, ну, типа, лучшего качества, чем то, что может позволить, например, там, чисто добиться только реддера. Мне кажется, что этот проект немного покачал даже технически нашу индустрию, просто из-за необходимости, потому что предыдущие мощности просто его не тянули. Какие, возможно, были казусные или смешные моменты в производстве для тебя? Ну, как сказать, у нас, мне кажется, все производство, это было... оно было казусное или смешное, вот, но у нас, наверное, самый смешной момент это то, что у нас было две головы этого нашего Робогозина, вот этого робота, ну, они физически были изготовлены, то есть это была тоже потрясающая работа, там, вот, мастерской Кречет, Бутафория, вот, мне кажется, они лучшие в России. Так вот, они сделали две головы Робогозина, одна была аниматронная, то есть у нее были на радиоуправлении глазки и брови, то есть чтобы можно было с пульта управлять эмоциями робота, вот бы так было в реальной жизни, вот, а вторая глава, она была каскадерская, то есть она была, ну, без механизации, да, но для того, чтобы можно было с ней, там, не знаю, там, в песке, например, валяться, да, чтобы не повредились механизмы, вот, и, ну, в какой-то момент мы поняли, что эту голову просто украли, ну, то есть, ну, или украли, или ее кто-то потерял, но, в общем, до сих пор нету концов, может быть, она где-то на авито там продается, но мы смотрели, там вроде пока нет. В общем, судьба этой головы для нас загадка, вот, я надеюсь, что, как бы, когда-нибудь будет передача «Жди меня», вот, и там будет, да, мы нашли ее, на этой студии заходить. А про размеры «Робогозин», сначала же планировался большой, почему вы решили сделать маленький? Ну, да, у нас сначала планировался там робот, скорее, среднего роста или высокий, вот, но просто, ну, продюсер, вот, Валерий Евгений, вот, у них была идея, что, чтобы вот этот дуэт стал более комическим, ну, будет прикольно, если «Робогозин» будет небольшого роста, чтобы он сильнее контрастировал, во-первых, с Николаем, вот, чтобы это был такой, типа, крупный мужик и там маленький робот такой, который сразу вызывает какие-то такие отеческие чувства и эмоции, вот, а во-вторых, чтобы его, как бы, как сказать, контраст с его изначальным состоянием, вот этого такого грузного большого чиновника, ну, не чиновника, вернее, капиталиста, вот, бизнесмена, вот, он был более разительным, то есть, чтобы было понятно, насколько сильно изменилось его положение, то есть раньше он смотрел на всех с высока, сейчас он смотрит со всех снизу, но тоже, но тоже злобно, вот, поэтому вот это была такая идея, до которой, на мой взгляд, очень прикольно сработала, хотя она была, конечно, сложна в реализации, то есть, ну, это было довольно физически тяжело, вот, артистам все это играть в голове, но я надеюсь, оно того стоило. Не у всех роботов, ну, у многих роботов были созданы только головы, ну, на графике, то есть, основное тело отвергал человек, и голова уже доделывалась полностью в CG, но есть несколько роботов и несколько шотов, которых у них тела сделаны в CG, например, это Рапогозин, если он ходит безобежный или если он, например, бегает по краше поезда, и та и другая история сделана полностью так называемыми даллами, то есть, это идентичная копия физического объекта только в CG. Также есть несколько серий, несколько кусочков, где мы можем увидеть тоже элементы роботов, в серии, где робот строит, и сидит по тазике, у него ноги видно, вот, ноги, естественно, вот, и вообще строители периодически, там, где-то видны ноги. Потом есть робот-горничная, которая оторвала ногу тоже, и мы видим, как у нее под этими человеческими колготками видны проводки и куски каркаса, то, что, что на самом деле наполняет вот это вот тело. Прошло 10 серий, первый сезон закончен, стоит ли ждать продолжения? Ну, я надеюсь, что да, то есть у нас, во-первых, будет новогодний спецвыпуск, то есть он уже анонсирован, вот, а дальше уже посмотрим. А разве сейчас текущих рейтингов недостаточно, чтобы принять решение о продолжении сериала? Ну, мне кажется, что стриминг, он всегда немножко ждет после того, как пройдет сериал и еще зрители досмотрят, вот, а прямо, ну, как сказать, точными цифрами, вот, к сожалению и к счастью, платформы они не делятся, потому что это коммерческая тайна, то есть в Ютубе ты сразу видишь там цифры, вот, а здесь все-таки, ну, как бы это, такая как бы немножко закрытая шкатулка, вот, ну, судя по рейтингу, действительно, который уже есть, судя по количеству оценок, судя по количеству комментариев, там, судя по требованиям зрителей, там, типа, давайте еще, вот, я надеюсь, что все будет хорошо, ну, посмотрим. Я хотел бы спросить твой личный топ-советов для новичков, которые хотят создать свои проекты, которые либо залетят на Ютубе, либо создаст и достаточно популярный свой сериал, что ты посоветуешь? Ух, это, конечно, сложно, ну, скажем так, мне кажется, что, ну, конечно, важно что-то делать, это очень тупо звучит, но если просто что-то вечно писать в стол, да, и как бы ничего из этого не реализовывать, то ничего как бы не получится, то есть важно что-то делать, вот, важно начать с чего-то, наверное, небольшого, вот, то есть как бы тоже не нужно там повторять наших ошибок, когда мы замахивались на какой-то там краткодражный фильм, там, который длился 12 минут и был целиком на хромакее, да, потому что это, это, ну, такая очень сложная задача, вот, и лучше, ну, как бы действовать с размерами, примерно своим силам, вот, и лучше сделать что-то небольшое, но быстро, и показать его, то есть тоже показывать и получать, ну, реакцию зрителей, да, какие-то отзывы, тоже очень важно, там, если у вас есть, ну, сейчас большое количество возможностей, да, то есть, в принципе, опять же, соцсети, YouTube, Instagram, VK, там, TikTok, до недавнего времени, вот, ну, то есть, в принципе, платформ много, и нужно стараться показать это везде, где только можно, показать знакомым, друзьям, и вы так быстрее просто поймете, что вообще интересно людям, вот, что, как бы, что скучно, да, потому что вам кажется, что это очень интересно, на самом деле оказывается, что это интересно только вам, либо вы еще просто не научились эти идеи рассказывать таким образом, да, чтобы они были, ну, отзывались в сердцах людей, вот, поэтому первое, что-то делать, второе, делать что-то небольшое, третье, обязательно это публиковать, показывать, получать реакцию, да, получать какие-то комментарии, отзывы, и учитывать ошибки, то есть тоже надо быть достаточно гибким, то есть надо смотреть по сторонам, что происходит, вот, если вы хотите, чтобы ваша работа стала, ну, как сказать, увидела, чтобы ваша работа увидела большее количество людей, то нужно, конечно, учитывать реалии, да, то есть учитывать темы, которые интересны лично вам, и, скорее всего, будут интересны людям, да, а не только вашего круга общения, да, но как можно более широкого, вот, чтобы это, о вашей работе кто-то узнал, вот, ну, и, в общем, как сказать, всегда делать то, что интересно вам, и не останавливаться. Собственно, вроде все. Круто. Рассказал. Спасибо большое, что рассказал свой путь, я считаю, что ты сегодня не только вдохновил большое количество людей, на самом деле же даже подтолкнул их сделать первые шаги, это очень круто, поэтому большое спасибо за интервью, кулачочек творческий. После второго сезона, надеюсь, еще увидимся, обсудим, как он у вас прошел. Как прошли, да.